Так что, можете покупать. Ну что, неужели наконец-таки пауза отжиматься? Сейчас будет смотреть. Итак, Зинниката будет играть на Бестмастере, товарищ The Speed of Life. Каким вот никтейм играет на Глокверке, Гидрокс на Азоре, Гига и Кимару, ну и, соответственно, Пувн будет играть на Дарксерии, ну и Нави. Арт Стайл, Дрорейндж убежал вниз, будет принимать Суппорт Дрорку, что 2 варда, через ТП пошел Арт Стайл. Акс Мо будет играть на Виндрейнджер или Ахмон, Дитя Рана при Силбеке. Санейка Зевс, Эндис играет на Рубике. Арт Стайл пошел просто убирать Дрорейнджер. Нам вот об этом я говорил в первой карте, что есть такой вариант в этом моде, когда некоторые герои, они немножечко в этот мод не писываются. Хочется брать каких-то нюкеров, кастеров, прокастеров и так далее, чтобы вот, ну, полезно. Дровка все-таки требует немножечко фарма, довольно бежатый герой поначалу. И лучше просто взять этого героя и отдать. И вот Арт Стайл попадается сейчас в пак после Дровки, и вот он на этом герое должен чувствовать себя получше. Больше мы видим, пока суицидов Апрошаны нет. Ну, кстати говоря, вот Рики сам по себе, он может быть, конечно, довольно таким пассивным героем, которому много чего нужно. А вот Рики под Дарксиром, под Айншелом, это уже интересно. Потому что это настоящая головная боль. Вот если посмотрим на билд Нави, начальный, да, закуп, и нету Сандришников, нет просветок, то есть вот Рики Мара сейчас просто начнет Арт Стайл убивать. Посмотрите, он сейчас в спину, на него сейчас будет вешаться Нон-Стоп Айншел, и он будет рядышком бегать и сжигать самого пака, у которого запас здоровья очень маленький. Он уже начинает его преследовать. Паку здесь будет, конечно, тяжеловато. Хоть и персонаж с рейнджевой атакой. Обсервер сразу Сандришник, обсервер съели, все, Арт Стайл остался без Вижена. Вешается Айншел, ну и Арт Стайл сейчас будет страдать. Оп, что делать? Что делать? По хп уже потеряно. Пришел Сандришник, то что подтягивается. Здесь, кстати говоря, один из неногих героев, который может без дополнительных артефактов, покупных просветить, по-самому, Рикимару. За счет своих способностей. Вот, начинает подводить, все-таки полноценный трипло здесь поставили. В миде у нас будет стоять Дэнди на Рубике против Лох-Вьеркут. Почти его забрал! Ой-ой-ой, 4 хп осталось Дэнди. Был близок, потому что бы оформить ферст-блант. Но не получилось. Конечно, кто-то взлайд довольно серьезно подставился, потому что не просто уходить сразу на базу. Ну, Дэнди здесь будет на бот по себе работать. Крипов дать. Снизу Разор, Разор против Вьеркут. Ну, Вьеркут на оффлейне, в принципе, довольно частное явление, да, и должно быть здесь все более-менее уахмо. Ну, естественно, Разор должен на легкой линии тоже порядок. Крипов добивать будет. Окей, отводы делает здесь Бесмастер, это лесной Бесмастер. Ну, ярко вынужденных суппортов у ТБ вначале в распыке просто-напросто нет. Поэтому вот кому-то приходится делать отводы, кому-то стоять на меду типа кухверка, страдать. Как будто бегать под Айншелом. А, Артслава очень больно. С другой стороны еще один крип с Айншелом идет. У Гика пока неприятно в том плане, что довольно долго уходит в инвиз. Ну и контрольца руны. Забираю топи руны Нави. Зев взял инвиз. Так-так-так, можно аккуратненько попытаться кухверка вырезать. Кухверк уже пол хп потерял. Ему нужно боттл. На боттл еще не хватает. Там довольно много. 200 монет. В бенде. Ну, прокасты, кстати говоря, пока тоже нет. Имп не хватает. Скоро появится боттл. Санэйка ждет. Очень хочется сделать килл. Так-так, так вот, может быть, сейчас. И... Ферст Блат, делаем-то, все-таки убивает. Самый Рикки Мара под Айншелом Пака. Что для Артслава уже вторая смерть. Рикки Мара, появляется сразу же Вивер. Вот такой вот Артслав. Ну и Бристл Бэк сейчас тоже. Разродится с новым героем. Дитя Ра, это Транд Протектор. Хорошо. Но в любом случае, конечно, жизни меньше остается в Нави. Они уже трех героев теряли. Артсайл вот уходит в лес. И уходит он мешать Бестмастеру. Взялся для себя Сатира. Ну, Артсайл сейчас на своей фирменной энчантрес. Своей любимой энчантрес покажет, как нужно катать. Думаю, этого героя он терять не захочет. На нем будет откатывать максимально своего. Хотя уже идет Вивер. Что это такое? Что это не Вивер, это фигня какая-то. Что? Боже, ну Реборн всегда, конечно, удивляет. Артсайл пытается забрать Артсайл, Плазмарфилд получает. Против трех героев пытается драться. Помирает энчантрес отдаётся. Вирер убивает в Гебеста. Разменял себя хотя бы в одного героя, что уже неплохо. Вивер чуть не отдался. Ну, или некое подобие Виверу. Я не знаю, как это назвать. Жучок какой-то. Правильный. Страшный. Быстрее бы он умер. Не хочу этого героя видеть. Ну, вот такое вот начало. Чуть получше для ребят из ТБ. На Дарксера в спину. Попытается напасть сейчас Ахмо. Заходит. Есть четвёртый уровень. Второй повершёт есть один шекл. Ну, ДС-левелл у него пятый. Уже 7 единиц брони. Стики есть. Нет возможности вот так уронить сейчас. Так, Дэнди обузит Боттл. Попытает ему уже на сапог. Левел пятый. Очень хороший крипстат имеет смедление. Ну, понятное дело, что линию у Speed of the Life он выигрывает. Так, снизу тем временем. Гитрокс уже по Тир 2 залез убивает Санэко. Санэко получает баф от Дитя Ра. И сейчас можно Разора сливать. Разор, тыпад, пытался сделать. Мол, накрывает его Санэко. И Разора так вот. Довольно легко Нави сливают. Не знаю, куда пошел Гитрокс. Почувствовал себе силу, видимо. А зря. Неплохой на старт он имел. У него есть Фейзы и Глоуссов Хэст. Он будет выходить в Мидас. Хотел выйти в Мидас. Тяжело. Элтер Тайтон. У Сенегата тем временем появляется. Вместо Разора у нас будет тут еще. И там Тире Анимат Атака, Пожатор Тартала, который уже на Думе выходит. Лично с Керчетворфом. Довольно полезный, конечно, персонаж в этом моде. Дум. Новый герой сразу может вырубить. Съел уже. Сатира. Появляется Лич у Гитрокса. Вот был и Розоров, и Зыглауссов Хэст был. Замечайте, сейчас у тебя Лич и ты фармить уже не можешь. Да, зря потерял, конечно, Розора. Попытка атаковать Акмо. Акмо. Иго здесь зашел под Айншелом. Пару ударов в сроке сделал, но и Стиндрам. Придум раном Акмо буквально свалил. Лина появляется. Теперь из такого керка. Ну, я думаю, даже рад. Он стоял на Миду. Все-таки какой-нибудь уровень не имеется. Сейчас появляется Лина на Миде. Какой хороший. Хороший. Так что свап у него получился достойный. Ну и сравнивается по количеству оставшихся жизней обе команды. По 36 осталось. Все ок. Личинка на исходной позиции готов залетать. Пайс Аймор. Оп, поцепили Гидрокса, Расказ, Аннека с Дэнди. На хайкрану для них все подтянули и килл оформили. Ну что ж. Лича в этой игре уже не будет. Астралай будет четвертый, сапог. Ну, наверное, конечно-таки взяли себя в руки. Начинают, потому что равно хорошо катать. Тренд ходит. Дитя рано получил уже левел тиммейт. Фейсбут пока. И... Немножко подзависло. Ну, вроде все окей. Ну, Дэнди, я думаю, Рубика отдавать точно не захочет. Дэнди умеет этот герой исполнять. Старается его сохранить до конца игры. Голый Элдер Тайт. Жалкое зрелище, конечно, как он выглядит. Но Вергроу все временем еще и попадает на Вивер, который сюда подошел, пытается тебя разобрать Зинекату и разбирается довольно спокойно. Но Элдер Тайт там не самый веселый персонаж. Его, в принципе, не дурно было бы и слить. То, в принципе, и сделать Зинеката. Омейка, Паркад, Вивер, Вивер жив. Веном у Вивера. Левел 3. Не фармит особо-то, его везде гоняют. В Гидроксере появляется что-то у Димон. Там Аркан Буци есть у Дарксира, товарищ ПВН. На Офейне. Кто, кстати говоря, с начала игры еще не умирал. В принципе, чувствую себя на Дарксере хорошо. Вивер пошел, отдался. Все, на Вивере ему катать надоело. И решил, что этот герой ему больше не нужен. Будет ждать другого кого-то, может быть, поинтереснее. Тензи Аркан Буц, левел 8. Там Улина уже появляет Лагуна Блейф, поэтому нужно быть поаккуратнее. А чтобы проказ подставится. Ну и пока вот таким вот образом у нас игра протекает. Ну что ж, в Сол Ринке различные появляются ботлы, сапоги. Но все это универсальный артефакт, который в этом моде, конечно, безусловно, будет хороши. Но самый лучший артефакт, который можно придумать в данной ситуации, это покупка быстрого метаства. Для любого героя будет артефакт полезен. Кто выфармит, тот молодец. И с левелом будет порядок, и с последующими артефактами тоже. Что гига, сын кинг. Ну, не вивер. Боже, это и не сын кинг. Что-то с его героями. Какая-то ерунда. Без башки, сын кинг. Что-то не так с ребеном. Почему это такое жалкое зрелище? Это же страшно видеть. Что-то один, кстати говоря, отъехал. Товарищи, подцепили товарища ПВНа. И Рубик по ровным дисрапшнам он там закрывал. Но потянулся Виспа. Виспа-то здорово. Виспа обхиливается. Анейка пытается разобрать. Анейка сейчас будет Сол Ринг. Тогда молнию прописать. Молния не точная. Нижнюю дал левел Д. Залетает. ПВН по-прежнему живет. И вот еще Виспайс, конечно, в ДВФ справились. Задачи выжить. Медмум. Вот сын кингу хочется пожелать, конечно, смерти. Реально страшное зрелище. Что это такое, боже мой. Эррор. Просто эррор. Вот во сне такое увидишь, и тебе станет страшно станет. Проснешься в холодном панду. Ужастик просто какой-то. Шары какие-то не прилетают. Фу-фу-фу. Не буду смотреть. Это сын кинга. Прижимают. Они там смог. Сейчас будут пытаться кого-то убивать. Рейдинга-ботом Тауэр умерла. Теория не могла бы убить. Теория отходит под Тауэр. Дом вместе с Робиком. Здесь Тиреним уже Тауэр подпошел. Теория вообще не страдает. Он стоит на своей линии. Получает экспо. Он знает, что его Ливенгармор будет полезен. Например, сейчас Арстайла может накинуть. Но Арстайла слишком много бутылок дэмэджа залетает. И Арстайла погибает. Стайл пока у Нави фидит больше всех. При смерти. Ну, в любом случае, как команда, Нави пока выигрывает тут АБЕ по количеству оставшихся жизней. Аркснекс совсем скоро получит ультимейт. Аппарат появляется у инженер-топоречной группы. Гидрокс появляется аппарат. Вообще, на самом деле, у них довольно крутой сейчас пик получился. Обратите внимание. Сэнкинг, аппарат, Лина, Висп. То есть все нюкеры, кастеры, прокастеры. И вполне себе можно собираться вместе. И скиллами убивать противник. Убейте, убейте, Сэнкинг, убейте, убейте его, пожалуйста. Давай, Ахмуду конца за ним под Винраном. Сэншторм пытается спрятаться. Как-то там кайтит Мантеет и вернулся. Пытается и повернет. Отлично. Ахмуд, отлично. Убили Сэнкинга. Страшилок у нас больше не будет, надеюсь. Нет, страшилки будут еще, когда появится Котл или Дисраптор. Вот это вот. Видишь, команда. Без всадников будут летать. Распадал Скинг, Рокс, герн, взорвать. Дитиара, Дитиара. Заморозерс, конечно, АС-бласт получил, но пока что их вроде. ПВН приходит сюда, с вами что, нам тут Дитиара пробить. Дитиара не хочет умирать, Овергроуз. Сразу же стики, бежать, бежать. Приходит Гига, но Гига Левел 3 до сих пор нет ультимейт. Догнать он Дитиара не сможет. Дитиара на фейзах просто уйдет. Есть Сэрдж. Дитиара. Там что, наэко потягивается, наэко должен помочь. И Дитиара зря развернулся, наверное. Похо, я не могу убегать до ноги. Рэнта отдал. Так, Виспас заменили, тем временем, на Ликантропа. Ликантроп является Клинкс у Гитрокса. Во, семь. Но все тяжелее, тяжелее. Это БМ. Так, смакаться пошли. Но, кстати, вот сейчас герои у них не совсем хорошие для убийства, да, потому что там и Ликантроп, и Клинкс все-таки любители немножко пофармить с артефактами, когда эти до этого пиклинк был получше. Вот так, смоу спина заходит. Ахмо. Шрек колдал неплохой. И под Виндраном пытается уйти. В митте время там тоже атака какая-то. Клинкс, тут артстайл. На голом Леоне. Ну, такие разоплодали там Ахмо. Но Зинникату пытается забрать. Тут расстреливает Клинкс. Но хорошо сыграл Рубик. Откинул телекинезом Гитрокса. И артстайл здесь должен наживать. Хоть Гитрокс все до конца. Хочет дать еще одну стрелу. Но не достает. Достает. И вот он первый Хэнд оф Медас. Появляющийся в команде ТВМ. Дрокс. Скин оформил. Радиент топ-тауэр из-за атака. Просто две ошибки. Сам как ошибка в этом моде. Плюс еще у него две ошибки рядом бегают. Утого ошибки три получается. Реперн. Радиент топ-тауэр из-за атака. А что самое страшное, по-моему, если я не ошибаюсь, вот выделить нельзя. То есть, видите, я героя могу выделить, а аликантропов, вот этих вот волчат, я выделить не могу. То есть, условно, они будут какого-то левела три четвертого прокачки, они будут бегать, и их невозможно будет убить. Вот таргетно выделить нельзя будет. А ешками, конечно, какими-то сбить вроде как можно. Вообще, они, конечно, много неудобств могут состоять. Над той потерянем рассказ тот Зевсель, который пережил. Есть ультимейт от... Кстати говоря, кентавра. Лапнул себя левел шестой как раз. Все ок. Ахмом получает фантом лансера. Ну, почему бы и нет. Закуп у него для фантом лансера в принципе неплохой, заключением фейзов, наверное. Так, нуль талисман. Есть, МП хватает. Будет скоро Драма Фэндженс. Странно, что Нави не любит покупать 7 дасы. Если бы логично. СФ появляется от дитя Ра. Сменил тронта на СФчка. Причем с довольно неплохим айтем билдом. Фейзы, Драма Фэндженс, Мэджпомп. Левел девятый, тоже хороший. Ну и пока по-прежнему старается и Санэйка, и Дэнди своих первоначальных героев сохранить. Потому что Зевс и Рубик это трое очень хорошие для этого мода. Они прекрасно понимают. Да, можно что-то крутое своровать Рубиком. Зевс просто дает магический проказ замечательный. Ну, как убийство любого героя, он просто хорош. Решили удариться фарм ТБЕ. Ну, в принципе, с их набором героев сейчас тут рефармить. Рейт Лина. Гаса Лина. Тоже болеет. Ракоп, наверное. Облысела. Бывает. Гидрок Солл Ринг. Скорее, Мидас так и не появился, да? А, Мидас появился, но появился на Тарк Сир. Вот, вот, вот. Я думал, у Гидрокс. Гидрокс еще не дофармил после Солл Ринг. Так артстайл. Видит ПВН. Кто-то так хастебл, реагировать не стал. Так, и вот здесь можно найти Гидрокса. Просветили. Есть просветочка до Гидрокса. И Гидрокс погибает. Приходит Гига из Speed of the Life. Пытается помстить. Тиара. Тиара просто бегает. Зинка тоже здесь. Гига, иголочки. Невидимые. А Рубик где-то с Леоном подловили Тарк Сир и Тарк Сир и уничтожили. Что ж, очередные минус 2 для нами. Жизни становится у ТБЕ все меньше и меньше. Есть блинк уже у Дэнди. Гидрокс покупает Шадоу Финк. И можно было и не какую-то собрать. Тоже неплохо. Ну и барабаны на команду тоже есть с Фантом Лансера. В этом плане, конечно, есть полный порядок. Действительно, начальные артефакты были куплены. У ребят из ТБЕ нормально фармить только Тарк Сир. Ну и то, что Тарк Сир уже не будет, будет какой-то другой герой. Остальные пока недополучают бабла. Вырус, так говоря, ес. Так, атака Ахмо, пытается зацепить Ахмо, Экос Лев, Лагуна Блейд. Если Контроп форму поражал, очень много потратили, чтобы убить Фантом Лансера, но убили такие. Неплохо. Радианс Топ Тауэр из-за атака. Радианс Топ Тауэр из-за атака. И если он, получается, выезжаями с Олорингом, например, с перчаткой, и Тускарчик появляется у ПВНа вместо Тарк Сир. Радианс Топ Тауэр из-за атака. Тоже абсолютно без ничего, с оторванной рукой. Войну прошел. Что поделать? Реберн калечил и не таких. О, Санэка покупает за перчатку, вот он шарит. Мидас появляется у Леона, тоже шарит артстайл. Ну, Мидасы, это путь к победе. Ликантроп, лоу хп. Очень-очень лакомый кусочек, можно пытаться как-то забрать. Дэнс сюда уже уйдет, есть у него блинк, можно цеплять, да, подцепил телекинез. Рассказ дали, Ликантроп минус. Вижен решает. Больше водоред стоял. Ну что, 27-32, сейчас Ликантропа зародится, станет 26 жизней, и того 6 разница. Дэнами в плюс. Они могут себе позволить скинуть тимбайп. Ах, моб. Ну вот вместо Phantom Master теперь появляется Магнус. Магнус с фейзами с Drom of Agents, без блинка. Так, атака все время не пошла, у Синдэка может подставиться, фейтбол, дедепутат, спасибо. Телекинеза, рассказ хороший, получился от Зевса. Брал от Ускара, но... Зевс таки не пережил. Сентис фарованным тампидом, просто убежал. Эх, вот Зевса дали. Неприятненько, неприятненько очень. Яра продолжает фармить. Не хочет отдавать им своего SF-чика. Сейчас купит себе Terminator, возьмет какого-то суммона, из команды пойдет. Или будет делать дедстаки. Так, Зенегата, Сальненс, Нахмо. Лина пытается выфармить Юл, но вот пока ты Лина, Юл хорош будет. Лагона Блейд! Тенди не то немножко сорвал, можно было Лагона сорвать. И Магнус приняли здесь ТБ, и неплохо сыгран. Юл соберет себе и будет потом, я не знаю, Лину потеряет, и будет бегать на Найксе с Юл. И самый универсальный просто это артефакт. Не очень-то и нужен, наверное. Но в Speed of the Life, видимо, уверен, что Лину он свою не отдаст. Санейка! Ой, так это Лишачок появился. Зенегату. Хорошо, есть лип. Нужна поддержка, чтобы убивать. Брейн сап, Санейка, стан под тебя тал, но с прокаста Бейн разобрал Лишака. Ну, Лишак. Не долго Лишак у нас на карте бегал. Спать, Зенегату, красавчик. Бегает нас. Инвалид Леон, тоже без руки. Тоже многое провидал в этой жизни. И весь из Денти подловили Зенегату и минус Бейн. Пока вот так покусывают команды друг друга. Парочки фрагов делают. И ПВ, появляется ПВ, она, кстати говоря, видим Баунти Хантер. Причем вот у него сборка хорошая такая, под БХ прям. Через Guardian Greaves, через Мидас. Треки есть, лев 11-й. Что-то он начинал фармить на Дарк Серии, сейчас очень неплохо смотрится на Баунти Хантер. Так, антимагушка появляется у Санейка. Ну вот так вот, с Транквилами и Солорингом. Солоринг, конечно, мастхэв для антимага. Лучший артспакт. Так, Стампит пошел. Треакена, Дендин Артстайлер, пытается подкопать. Спингер разрядился в Speed of the Life, пошел Реквим от Дитяра. Артстайл стал один против всех. Есом подстанели. Артстайл. Артстайл погибает. Минус. Новоразмен на Кентавра. Плюс ко всему еще, Ахмо подошел. И Тиммейтон накрыл Кентавра. Спектрасс, пошел Джекернаут появляется в игре, плюс Бримастер. Сразу же езжает Праймал Сплит, кирпичный театр. Так, 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 там подцепили, подцепили. Ой, Дендин, ты же можешь подставиться, Дендин! Ай-яй-яй, Рубика потерял. У него закуп был просто идеальный под Рубика. Покупал он все и Блинк, и Пулинн Бустер, хотел Агонин выфармить. И сейчас появится что-то, что-то, что-то другое, но не Рубик уже. Возможно, это будет бесполезный этим билд на нового героя. Ну вот, еще один Мидас появляется в Снаймдаве. Да, у Арстайл, Санэк, какая Мидаска есть. Тут, с другой стороны, у ЕС тоже Мидас. Ну, тоже неплохо. И Дракс нафармил. Арстайл появился теперь на Виндер-Верне. Амтроль Варлард от Гига. С Блинком. Санэк у Дэрл Сафарм. Ну, раз дали антимага, почему бы и не пофармить. Не важно, с каким айтембилдом. У нас тут на Блинк всегда АМП будет. Тоже хорошее. Да, ну, Дитяра. Видим, что не очень хочется отдавать он своего СФ, а на СФ ему, видимо, нравится катать. Поэтому уходит в леса, фармит, купит всякую часть с Энджин. Яшу, возможно, может быть, по Кабан. Так, а у Дэнди? Дэнди, Скаймаг. Ну, вы знаете, под Скаймаг, кстати говоря, не очень-то и плохой айтембилд получается. Даже Агони можно выкроить. Ничего страшного не будет. Ну, причем Дэнди умеет на Скаймаге, это мы знаем. Уже продемонстрировал. Тороля просто вырубил. Драка идет дальше. Винтерс Керс на Speed of the Life. Блинмастер тоже пытается подцепить, что два Дитяра. Прищучили Лилину. И Зинникат тоже пытается убивать. Конкассивы залетают. Прокаст на Дэнди. Саленс. И с Монавойда хлопает Дэнди. Маг минус три. Так, а там давно Дэнди на Скаймаге в Миду стоял соло. Так что герой для него хороший. Реберн просто не щадит героев. Ну ладно, хоть до этого только по одной руке отрезал. Теперь он закернат и половину отрезал нижнюю. Как он бегает вообще? Как он передвигается? Вот реально страшно с Дэндиом наблюдать. И эррор просто. Еще и маска какая-то, не до конца лицо. сформировано. И бегает, ака полезно. Пошел кем? Показывай, дорогие, друзья. Просто ужасные вещи происходят. Так, ладно. Свен появился. Свен, которого в лошадку отобрали. То это. Это просто инвалиды какие-то. Так, дождите. Покажите мне Лину. Лина лысая тоже. И Венга лысая. Венга вообще голая. Она просто голая. Просто выглядит классно, когда под смоками бежит. Так, в этом кто-то снайпере. Нашли здесь Ахмо, Некрофосса. Будут стирать. За огромное количество танков. Есть что-то лейт, но прожать его возможности просто нет. Загулял у нас Ахмо и погиб. Ахмо了. Ахмоций. Да, вот нас. Игроков Видич. Дэнди. Цепили без танков. И пошол его слэм. Да ладно! И разобрали с нюков. И скаймага потерял Дэнди. Дальше идут тупые. Я не реально пошли комбэнчить. Огромное количество станов просто разбирают противника. Орстайл тоже погиб. у нас есть отличный камбэк подъем подряд подряд если реально пошел антимагу бф сыграть я не знаю но это не то немножко но ты купишь бф окей где ты там пойдешь разменяешься неплохо но ты если разменяешься и появишься потом на каком-то чене с бф зачем он будет Тужен стан под боим от кига! Ой-ой-ой, вейв залетает, дитя-ра! Может же и не пережить, дитя-ра, лоу хп, БКП купил и погиб! Так его не активировал, Guardian Gryphs, пошли уже! Тиммейт от Луны, внезапно, от Speed of the Life, Ахмо, пытается уйти, нюком накрывает его, Лунает и бивает. Что-то пошли видеть, артстайл появляется на батончике. Прописывает по артстанчику, чтобы бежать. Дэнди на клопе, какие же хорошие герои там попадаются. Дэнди на клопе имеет поинт-бустер, сейчас опять может погибнуть, но артстайл здесь сейв. Аксанейк, аксанейк, аммонавоидом можно хлопнуть. Ага, но Солдринг был проведен, с нейкой не захотел бежать. Сейчас может подставиться, станы, станы, опять разобрали. А потом толповал Дэнди, а в итоге не помог своему антимагу. Он будет бегать с просференцией, ладно, хоть БФ не дособрал. Артстайл, кончается ультимейт, снова Guardian Gryphs. Как же Фидзи сейчас, Нави и Дэнди снова подставляют на станы, 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 станы. Может же это минус 8, наверное, или минус 9 подряд делают ТБ. И реально они сейчас камбэчат. Нави сыграли крайне неаккуратно. Встроили жёсткий конвейер. Надавались, причём ставится Хилингвард, они реально могут подняться на хайграунд. Нет байбэков в Нави. Можно было тупо снести тир-1. Тир-3 точнее. Там был на дефис только Фантом Ассасинга, который собирался в Shadow Blade. И Дитя Ра, который после СФ имеет доминатор БКБ на Earth Spirit. Видите? Что грустно? С таким айтембилдом бегать. Мы купили дорогостоящий артефакт Нави, но вообще не нужный в этом моде. Абсолютно не нужный. То ли дело там, блинки, ЕС, Вен, то что нужно. Да, метасы, безусловно. Ну вот Юл на Луне, об этом мы тоже говорили. Он собирал на Луне, а в итоге появляется что-то на Луне. И Аканим все приобретают. Ой, для Луны это Аканим. Найс. Можно просто на союзника кидать ультима. Это круто. Что там у Нави? Ой, ну и появляется всякий трэш. Нага в арт-стайлос. Спектра у Санэка через Персференс, опять же. Виномайстер Дэнди, в принципе, неплохо. Кстати, опять, не знаю, Дотас поговорит как-то этому Дэнди, потому что у него все четыре героя, которые были... Сколько у нас? Четыре же раза? Три. Три раза? Да, четыре героя, естественно. Ну, Джекернаут пролетел, Фиссура пошла, Санэка опять сели. Вот, классные проникцы. Так вот, все четыре героя у Дэнди это просто бойцы. Убийцы. Ахмо подцепили тоже. Опять центришники уже стоят. Вот, чтобы этом не уйдешь, Ахмо теряет. Еще и мартредочку. Да, Нави близки к тому, чтобы проиграть, если они не возьмут себя в руки. Они сейчас никого у них не плачают с убить. Зарошан заходит. Что там поцепили? Дитя Ара пришел, Дитя Ара. БКБшка имеется, Стан, ну БКБ завязай, Дитя Ара! Ну зачем ты его собирал тогда? Ну... Неспирити тоже сейчас. Можно же и выйдить Стан и БКБшка. Эх, 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 дитя Ара, дитя Ара! Неужели я себе такой челлендж вообще устроить? Остаться с малым запасом жизни и перевернуть потом. Хороший слип, только толку от него. Санейко. О! Тоже игрок Кидич. Хороший, поставили стати Кинетик. Ивеном из Геля, Дэнди. Неплохо бить Цыгарна, но Гардиан Грифс. И все выхиливается. Просто все выхиливается. Сразу же забирается Аегис. Санейко подставляется под Стан. Зря пошел. Ммм, да. Лоу хпшный ТПЕ, но живы все, живы. Ну-ка, делал Гардиан Грифс. Так, Луна погибает на Аегисбол. Не страшно, вот Зенегад. Именно, Дэндживол Спирит может отдастся. Венга погибает. Луна и с ультимейтом на противника заходит подогонимым. Ой-ой-ой. Но на всех делится у нас дэмэдж. Для этого вполне хватает. Наоборот, тоже прогрессовала Фрейзен Филд. Убил. Ну, более-менее. Уже не так дурно. Вообще, у нас в той карте была АЦМ, которая убивала всех. Умел там Бьен Годлайк какой-то. Он может повторить. Так, на ПВН, видом из Гель. Гига здесь. Основно заходит Свен, у которого и Форснап есть, и Плинк есть. Эх, можно до Блэйд бежать. Кто-нибудь пошла за Миномансером? Лэнди пытается скатить. Не получается, он не слэш! Или что это он получает? Да, он не слэш от ПВН. Блэйд бежать. Ух, он не слэш от ПВН. Жаггер Гардиагрифт, сплинк дайвер. Неплохо. Ну что ж, Шмидомансер тоже отъехал. Так, Дитя Ара нашел пруду. ПКБ с Доминатором, но не плохо. Дитя Ара опять же неплохой айтем билд получается на этом герое. Но только не отдайся. Прожимай ПКБ, чтобы все будет окей. Есть Лардару, Нави теперь Санейка будет на нем катать. Опять же с Персверенцем. Саленсер. Ну, в принципе, неплохо. Вставил левел 12 с хорошим левелом Саленсер. Посмотрим, что останется в Дэнде. Так, у ТБЕ Тинни появляется. Зинник Гатты. Ну, Тинни без артефактов, правда, с хорошим левелом. Прокасывает даст. И Оракл. О, это прикольно. Только вот Аганим. Не улучшает способность этого героя. Героя попался, в принципе, неплохой. На команду то, что нужно. Но, к сожалению, Аганим собран зря. Можно, кстати говоря, Оракла побыстрому слить. Дождаться какого-то другого персонажа. Там Аганима будет нормально смотреться. Так, и Спиритбрекер. Спиритбрекер также есть ТБЕ. Гидрокс будет катать. Фейзы, Блинк, Даггера на Спиритбрекере. Не самый полезный айтембилд, конечно. Разгдон взяли на Ахмол. Тяра оккупировала. Ну, Южеленик, как-то положено играть на бруде. Ну и смотрите, Гидрокс просто шел до конца. Так, пришли снова фармить. Фармиться уже не ввязывается в бой. Но Сам Нейка подставляется под стан от Гига. Форстаф пытался вэддить стан, Сам Нейка не получилось. И до конца идет Гидрокс. Ну а Чаржит, Сам Нейка, конечно, будет догонять. Нет возможности, Сам Нейка здесь спастись. Ну, Старбар он тоже потеряет. Ну что, останется 12 жизней. Всего 13 жизней в Na'Vi. В то время как 16 в ТБ. Ну, враньце, в принципе, не особо большое, но тем не менее. Дэнди! А вот теперь герою мне особо сильный ТБ повезло. Сам, конечно, тоже может убивать, но не так часто это делать, как, например, там те же самые Скаймаги и так далее. Собирает он себя Ганим, что на ЦК тоже не очень. Ну, и ему, как и Ораклу, видимо, своего героя придется продать. Ахма, много денег. Арстас, мне кажется, он должен фармят. Фармят может быть на Ганим, может быть на что-то другое. Ну и подуспокоились нами, это видно. Перестали дохнуть. Уже неплохо. Уже решили... Как-то, как-то в этой игре выигрывать. Выигрывать. А вообще, довольно серьезный камбэк сделали ТБЕ. Они проигрывали там, видимо, около 7-8 биты сейчас. Бит-5. С того разницы 13. Тот конвейер, конечно, много позволил им вернуть. Ну и по этим билдам. Что мы видим? Яша приобретает себе Оракл. Ну, реально, да. То есть он одевается так, что у него этот герой потом не будет. Он готов его отдавать уже. Морально настроен, скажем так. Деньга-то пока просто шоу-став. Больше денег и не было. Так, и на самом деле Коротко. Он сейчас будет снова с Квен залетает. Очень больно Санейка. И Пукнов потерял. Дайя-то находит снизу и, в принципе, была в относительной безопасности, но... Та пошла на топ и погибла. Ахмог, упился не Корономикона, кстати говоря. Что, в принципе, тоже является одним из универсальных, наверное, артефактов. Все же на любом герое будет более-менее полезно, в случае, если собираетесь на это позже. Так, кто такой сейчас может напасть на Джеккернаут? Джеккернаут, правда, если он не слэш, поинг-быстр, все покупает. Ахмог, сбивает фростбайтом, стан залетает, трехсекундный, глобал, пошел, ПВН, должен умирать, но Гардиан Грифс, и он не слэш на развороте, он юзает, правда юзает, скрызинг-килд. Убивает тут же, пошли у нас какие-то Незер-страйки, и раскручивается ПВН, на Раку выхиливает, ну да, расстрал не совпадет. Ну и Дэнни, скорее всего, тоже не отпустит. Стоять, дитяра, и смотрит. Активируй, БКБ, ты уже будешь, как мужчина. Ну, вот сейчас он вылез, вылез, Авалинж получил, стан раскручивает the speed of the life. Может, у него просто БКБ не дожимается, или нет? Гэхмод пытается уйти, его просветили, стан, разгон, минус. Опять всех навиг потеряли. Не смогли до конца убить Джекернаунта, фокусировки не хватило, не хватило урона. Ну и Гардиан Грифс, конечно, это, ну, лучший айтем. Просто лучший айтем для каких сражений, для какого мяса. Хускар появляется, Самлейка сразу же покупает себе армлет под Хускара, почему бы и нет? Джаггер купил себе Аганиму, для него Аганима выглядит, в принципе, неплохо. Сейчас появится какой-то герой у нас вместо Саленсера для Артстайла. Кто это у нас? Никс, но вот Никс неплохо. Но там уже Гем, который предусмотрительно покупает себе Фини. Мы ждем появления героя для Дэнди. Теперь это не ЦК, теперь это Блотсикер с Аганимом с блинком. Опять же, герой не самый крутой. Таким айтем билдом имеется в виду. Ну что это такое? Боже, это не Блотсикер, а это чудовище какой-то. Форм. Бегает такой древний человек, вот голый. Ему не хватает просто повязки такой на бедрен. Тык. Я распятался. Видите, у меня Слэш уже готов и ПВР наподогоним. Конечно, очень больно. Но артефактов на дэмэдж у него особо-то нет, но Гардиан Грифс. Все меняет. Все меняет Гардиан Грифс. В любом замесе. Приходит Артстайл. Там есть Гем. Там есть Гем. Где парень с Гемом? Парень с Гемом это Свен. Свен пока отошел. Денег есть. В принципе, Гига особо-то не умирает после того, какого героя получил, поэтому... Самый резон, наверное, покупать какие-то артефакты именно под Свена. Ну, криты можно взять. Можно взять какие-то БКБ. Вполне себе неплохо будет смотреться. Аганимус перед Блейкером. Блин, тоже ведь круто. Просто волшебный Мэзерстрайк, который там будет встанить всех. Тяра. Там есть Гем. Там, осторожно, нужно быть. Гига залетает. Видно, 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 видно. Диара пытается спастись. Как он надавил на пятки и просто убежал. Было опасно. Ну, не успел теперь Бекер взять Чардж. Один Чардж, в принципе, все дело мог бы разрулить. Так что от Вол 2 у Рахмо появился. С нейрониконами и Шаттоплейдом. Не самый худший вариант, который мог бы быть. Как бы там ни было, очень мало осталось жизни у Нави. Всего лишь 8. Еще 5 тех жизней, которые у них имеют встанных героях. Та вот 13. Ну, у УТБ мы идем в 2 раза больше практически. 16. 5 героев, которые живы. Смог юзается. А вымирать сейчас нельзя. Ну, пока еще, конечно, можно где-то там размин производить. Но с тем скоро нужно будет Раки выиграть после 5-0. На Санэйка разгон прошел. Санэйка, Санэйка. И нашли здесь Атхмо. Решили на него сфокусироваться. Ахмо погибает. Санэйка сможет ли уйти. Юлу поднимает его здесь Оракл. Перед Брэкер. Незер Страйк. Санэйка. Дал имя Виталити. И это его не спасает. Минус 2 героя. Минус 2 жизни. Нави близки к провалу. В первом же раунде погибнут из команды The Bad English. Такая мини-сенсация. Сначала-то вели-вели неплохо, но один раз как-то в мид-гейме. Потравились. Конвейером. Под кучу-кучу нюхов. Умирали. Плохо. Очень плохо. Товер находится в атаке. Дайя структуры фортифированы. Бегает, Дэнди. Ну, купил он себя гоним на Блэдсикер. А толку? Не юзабель на этом герое. Отдаваться уже нельзя, потому что жизни осталось очень мало. Что забирает Рошана? Блэдрайт. Уцепляет, ныряет дальше Свен. Гем, кстати говоря, кому-то он уже отдал. Отдалкиваем к Дитроксу. Так, рассказ. Ну, такой себе рассказ. Мини-рассказ в Оракла. Трапшин мне повесили. Артстайл пока Карапайс положил жив еще. Но погибает очень быстро Флоттикер. Забрали Эмбера. И вот тут боковой пошел Свен. Резать Ахмо. Резать Артстайла. Те пытаются свалить. Ахмо подставляется. Станчик от Никса. Его подцепили в Юл. Тоже никуда, скорее всего, не уйдет. Подкидывает. Зенегата, Чардж на Артстайл. Но это минус пять. Шторм Спирит появляется. Дитяра. ГГ. Они просто пишут ГГ и... Да, они проигрывают эту игру. Они проигрывают команды The Bad English. И вылетают с этого турнира на Ави. Ну, вот, в общем-то, для них фан и закончился, что называется. Ну, а The Bad English во втором раунде, уже в Quest of 3 с кем-то там будут встречаться. И... Ну, будут радовать, видимо, своей игрой. Ну, что ж, All Random Death Match стал неуспешным для Na'Vi. В этом моде не удалось побороть команду противника. The Bad English, наоборот, с этим матчем, с этим модом угадали. И вот победителями вышли, скажем так. За что мы их и поздравляем. Что ж, три матча мы с вами посмотрели. Субтитры сделал DimaTorzok